Народ, всем привет! Мы с вами сегодня находимся в Naples Motorsport. В общем, да, есть такой салон. Мы с вами, город Naples, это штат Флорида. Кто в первый раз на канале, кто в первый раз смотрит. Город небольшой, всего 22 тысячи населения. При этом здесь есть все автосалоны, которые можно только представить, и даже которые представить нельзя, в том числе автосалоны такие, как автомобили, такие как Karma, например. Кто не слышал, я вам сейчас покажу, сколько стоит этот автомобиль, как он выглядит, какие цены. В общем, все вам сейчас покажу. И мы с вами вот на такой вот площадке, где в том числе есть новые, старые, и цены, естественно, тоже будут. Ну что, погнали быстрее смотреть на машины. Мне уже не терпится, надеюсь, вам тоже. Погнали! Ребята, вот так называется Naples Motorsport. И здесь мы с вами посмотрим на одни из самых крутых тачек вообще, которые есть на рынке. Который выпустил автопромышленность. Ну смотрите, давайте, наверное, вам будет сразу интересно. Посмотрим на Karma. У кого какая Karma? Ребят, Karma Revero. Или Revero, там, как правильно говорить. Вы знаете, в общем, почитайте историю. Сейчас я не буду вдаваться в подробности по истории этого автомобиля. Но, скажем так, это, ребята, не что иное, как китайцы. Как говорится, все, что не делается, делается в Китае. Поэтому, в общем, автомобиль китайский. Но при этом это считается суперкар. А ну а историю компании, почитайте. Мое дело вам показать тачку, как выглядят и цены. В общем, это достаточно дорогой автомобиль. Притом, при всем, что вид, конечно, у него такой очень футуристически клевый. Но меня, честно говоря, немного смущает то, что все равно это так или иначе китайцы. Вот так он выглядит в черном цвете. Вот так он выглядит в синем цвете. Что скажете? Машины часто вижу, кстати, здесь у нас на дорогах. Если сейчас получится, заглянем, конечно, обязательно в салон. Но, наверное, нет. Машины явно все закрыты. Так, давайте мы еще вот так вот сделаем. Посмотрим сейчас. Сколько же стоит такой автомобиль? Так, это у нас с вами 20-й год. Ревера GT. И ценник на этот автомобиль 156 тысяч долларов. Ни много ни мало 157. Вот так, если быть точным. Притом, при всем, что разгон, видите, 3,9. 150 миль максимальная скорость 201 км в час. От нуля до 60 миль. То есть, грубо говоря, примерно до 100 км. В общем, впечатляет. И 536 лошадиных сил. И это электрокар, ребят. И проезжает, видите? То есть, он тратит в эквиваленте, получается, примерно 70 миль на одном галлоне. Это офигенно просто. Для, как бы, ну, я не знаю, сколько она заряжается. Сейчас мы посмотрим, сколько она проезжает. Короче говоря, это, я так понимаю, что-то вроде гибрида. Да, этот автомобиль все-таки гибридный. И вот мы можем с вами посмотреть, что вот здесь вот даны данные. Видите? Что всего примерно проезжает 330 миль. Из которых часть, в общем, на бензине, часть на электрике. Ну, давайте. В общем, я вам показываю машины. А все технические вопросы вы зайдете в Google. И посмотрите уже. Я вам могу вживую показать эти машины, как они выглядят более детально. И какие на них реальные ценники. Смотрите, карбоновая накладка такая на бампере стоит. Вот такие вот фары интересные. Ну, такая же цена. Салон. Вот как бы еще салон показать. Сейчас я, может быть, как-то придумаю, как вам можно показать салон. Изнутри, ладно. Пока тут просто идет выставка. Потом можно приехать, они откроют, покажут. Здесь нет смысла показывать на Ferrari. Потому что здесь нет цен. Поэтому мы пойдем с вами дальше. Карла мы с вами посмотрели. Dodge Viper. Ребята, Dodge Viper. Легендарный Dodge Viper. Да еще и в какой-то просто бомбической комплектации. Он при этом новый. И я вам скажу на цену этого автомобиля, как можно его купить. Я его, ребята, помню из NFS, Need for Speed, да, кто играл в эту игру. И, честно говоря, вживую я его не рассчитывал увидеть никогда, когда играл в эту игру. Вот. Но, тем не менее, я сейчас смотрю и восторгаюсь вот этой вот змейкой. Машина, конечно, впечатляющая. Машина мечта. Машина для, мне кажется, в большей части для коллекции. Для тех, кто готов вложиться в эту мечту. Тонировка, ребята, просто в хлам. Здесь, кстати, представлены еще, покажу, альфа-ромео и лотусы. Так, ну что. Давайте глянем. Вот такие вот у нас диски стоят. Я надеюсь, эти болтики позолоченные. На изоленте, как говорится. Машина просто баснословная по красоте. Окей, сейчас придется оттуда обойти и показать вам. У меня просто стали люди разговаривают. И немного неудобно подходить и снимать. Так, ну что. Слушайте, это 13-й год. Машина ни разу не новая. 22 тысячи пробега, это был 120 тысяч, 120 тысяч долларов машина. Так что машина нифига не новая. Я вам что-то не то сказал. Но при этом жрет он, как Chevrolet Tahoe. Venom Black. Короче, бомбическая. А, давайте, да-да-да, ну конечно. Сейчас вы скажете, что вам еще тут можно показать из его данных. Фиг там что. Ребят, ну что могу сказать. В общем, это V10. 640 лошадиных сил. Поэтому отсюда и такой у нас с вами расход. 640 лошадей, V10. Боу, просто. Так, ну что. SL 550 усмотрится просто прям никак. Хотя машинка, конечно, безусловно, крутая. Так, давайте глянем, что у нас. 33 800. 66 тысяч пробег, 11 год. SL 550. Taycan. Эх, жалко. Ну, я доеду обязательно до Porsche центра. И мы с вами посмотрим на Taycan. Я, честно говоря, его уже очень внимательно смотрел, сидел. В общем, это, кто не знает, это электричка от Porsche. 100% электрический автомобиль. Вот так вот он выглядит внутри. Машина просто не продается, она просто как бы выставлена. Atoms, извините, Taycan 4S. Я вам сделаю обзор на этот автомобиль, обязательно покажу его здесь в салоне. Покажу, естественно, цену на новый автомобиль, но это уже какое-то запредельное чудо техники. Так, я стараюсь вам показывать машины и цены, поэтому GTS AMG, не знаю, сейчас нет здесь цены, это машина частная, и поэтому нет смысла вам ее показывать. А вот давайте Bentley'ки посмотрим, например. Так, ну что, давайте посмотрим купе. По-моему, GT Continental, если я не ошибаюсь. Никогда я не был тоже владельцем Bentley, поэтому простите меня, владельцы Bentley, если таковые есть среди подписчиков. Ну, машина тоже такая для людей, которые точно знают, что хотят, и в жизни у них уже все удалось. Знаю одно, что вот это стоит какая-то карельская береза, короче говоря. Это единственное, что я знаю. Больше я об этой машине, в принципе, сказать ничего не могу, но могу вам показать цены на нее. Bentley, да, это GTS Continental, кабриолет, 120 тысяч долларов. Стоит здесь эта машина 12-го года. Очень дорого, на мой взгляд. Так, и... У него очень много здесь чего индивидуального. 124 тысячи 900 стоит машина. Сравнивать их крайне непросто, потому что здесь очень много фишек, которые люди добавляют, себе делают и собирают этот автомобиль. Вот. Ну, вот так вот выглядит салончик. А вот так вот сидят ваши задние пассажиры. Видите? Машина на одного человека, прямо-таки скажем. Ну что, давайте посмотрим на то, как выглядит флагман представительского класса. Сейчас я отойду вот так вот. Моусан 11-го года, ребят, кто хочет себе найти хороший автомобиль, чтобы сзади посидеть и поездить. Конечно, тут за рулем, мне кажется, по кайфу поездить. Должен отворить всего-то 89 тысяч долларов, 55 тысяч пробега. Никакой очереди нет. Машина предлагается. Можно купить и ездить на здоровье. Так. Роуз-ройс. Давайте посмотрим. Роуз-ройсы стоят. Мне кажется, я вам так, знаете, буду показывать выборочно. То есть я не буду весь ряд показывать, потому что зачем вам комплектации Bentley, да? Я вам просто, просто знать, сколько стоит Bentley, например. Это, кстати, по-моему, Свежачокс. Нет, 17-й год, не такой же Свежачокс. GT V8 209 тысяч. Простите, 200, 10 тысяч. Континенталь. Зато очень красиво, смотрите. Комби-салон белый с черным. Шикардосина. Смотрится просто. Пробег на него всего 13 826. Тоже, как вы понимаете, очереди нет. Вот так, кстати, называется автосалон. Кому интересно, заходите на сайт. Ох, ох, ребята. Ничего не напоминает? Вы знаете, когда китайцы подделывают вещи, им как-то простительно. Но когда россияне подделывают это, как-то совсем непростительно, да? Вот. Ну, вы поняли, про какой автомобиль я говорю. А это Rolls-Royce, ребята. Это, ребята, Rolls-Royce. 334 тысячи, ну, 335 тысяч 20-го года. Пробег всего 990 миль. В общем, еще даже тысячу миль не прошел. Вот вам вариант на серо-белом салоне с оранжевыми вставками. Ну, давайте так. Мы с вами не будем говорить, зачем эта машина нужна. Потому что те люди, которые ее покупают, они точно знают, что покупают. И у меня к ним вопросов на эту тему нет. Я имел удовольствие проехаться чуть-чуточку на таком автомобиле. И ничего я особенного, честно говоря, не понял. Ну, потому что чуть-чуточку проехал совсем. В Ferrari салон мы с вами посетим отдельно, поэтому я не буду сейчас углубляться. В Lamborghini тоже посмотрим. Безусловно, это машины, заслуживающие внимания. Но мне кажется, их надо показывать отдельным порядком. А мы с вами посмотрим на то, куда я приехал. Ой, Ford GT. Ford GT. Вот, представляете, Ford взял и сделал такую штуковину. Cobra. Здесь не будет цен, я просто покажу вам эти автомобили. Насколько они реально шикарные и красивые. Смотрите, ремни какие. Да, и огнетушитель сразу чуть-чуть. Все, ну, и мудрено. Одна из самых дорогих машин. Посмотрите на это произведение искусства. От старого доброго Генри Форда. Что, ребят, как? У меня есть сейчас, когда я смотрю на этот автомобиль, у меня просто дух захватывает. Смотрите. Слева и справа, видите? Просто дыры. Да. Ну, а мы с вами вернемся к ценам. На Мазерати, например. Парши тоже буду отдельно показывать обзоры. Я буду межевать между машинками за 10-12 тысяч долларов. Обзорами и суперкарами. Будут такие выпуски, поэтому следите за событиями. Мазерати Гран Туризмо. МС. Это, видимо, комплектация. 134-135 тысяч долларов стоит. В общем, машина 2018 года. И всего 3000 миль пробега. Она конвертабл. Кабриолет. Здесь почему-то не говорят кабриолет. Говорят конвертабл. Не знаю почему. А, и то же самое на красном салоне. Белоснежная штуковина. Просто фантастиш. Посмотрите. Серая на черном. Или белая на красном. Ангел с дьяволом. Или дьявол с дьяволом. Красиво, конечно. Очень смотрится машинка. Давайте посмотрим. Видите, как вы можете открыть кнопочку. Чтобы открыть лючок бензобака. Под лепестки. Под рулевые. То есть лепестки. Затерто. Вот здесь вот у нее рулевое колесо. Немножко, видать, он хорошо поездил. Но обратите внимание на вот это. Это, конечно, пипец. На такой машине за такие деньги. Кнопки, как на наших старых, с вашими с вами магнитофонов из 90-х. Такая машина стоит. Такая машина стоит 110 тысяч долларов. 18-й год. И у нее 9500 пробег всего. Гранд туризма. Так. Ну, давайте, Паршак, я вам так вот покажу. Каррера. 9-1-1, 164 тысячи. Каррера. Так, давайте вот этот поближе посмотрим. Нам просто люди, поэтому, знаете, народ их снимать некрасиво. 19-й год. 911-й, 5-6 тысяч пробег. Это Каррера GTS. GTS, простите. 160 тысяч долларов стоимость у нее. И вот так выглядит этот автомобиль. Давайте повнимательнее посмотрим. Я всегда смотрю, вот знаете, даже поехал, да, и посадил сзади кого-нибудь, или не посадил сзади кого-нибудь. В общем, четвером не вариант ездить. Это, конечно, небесный голубого цвета. Очень прикольно смотрится. Еще они на световом салоне. Это Каррера 4S. А это GTS. Ну, отсюда, в принципе, ценники. Один из самых надежных автомобилей, кстати, ребята. Со всеми спецами, с кем здесь разговариваешь, кто выгонял их на трек. В общем, у них были уникальные тут покатушки. Не попал я, не успел приехать туда, посмотреть, заснять вам. В общем, Porsche, ребята, это просто. Это реально. Я не поклонник Porsche, но надежность его, она, в общем, для этой машины безукоризненная. Так, ну что? Давайте, обещал вам Альфиков показать. Тут, в общем, еще у меня точно на один обзор будет. Потом отдельно приехать, показать вам, что да как. Альфа, Ромео, Джулия, по-моему, это, да? Боже мой, там выставка еще не заканчивается. Тут, знаете, вот сколько вам снимать, не переснимать. Это, в общем, новая машина, абсолютно. Вот, очень мне нравится эта машина. Это электричка. Видите, значок стоит. Вид. И, внимание. Джулия. Квазер и Фоджио. Это задний привод. Модель 21 года. Прайс на нее 75. Но дилер ее продает за 80 тысяч долларов. И, при этом, это, в общем, странно. У нее 20. Так, подождите. Не понял. Это не электричка. Газалин Веикал. Это, это почему стоит значок вот этот вот. Я что-то не понял. Так, я что-то не понял. Почему? Ребята, кто в курсе? Кто в курсе про эти машины? Загуглите. Напишите. Нам всем будет полезно узнать. 2.9 V6. V6, 2.9 Twin Turbo Engine. В общем, как-то вот так. Ну, окей. Ну, видимо, может быть, какая-то версия просто другая. Так, давайте посмотрим вот на следующую версию. Серая на красном салоне. Очень красивое сочетание. Машина стоит 52. Вот это вот нормальный ценник. Это уже наша. При этом она проезжает 27. И здесь стоит 2 литра, 280 лошадиных сил. Вот это вот уже хорошее. Вот 52 тысячи, да, можно купить. Это спорт. Заднеприводный. Как раз я смотрел. Это, по-моему, Stelvio, если я не ошибаюсь. И... В общем, это очень-очень автомобиль, похожий на Maserati. Вообще, мне кажется, это одинаковые машины. Слушайте, там он... Видите, сколько еще можно посмотреть. Так, Stelvio. Мне очень нравится эта машина. Я даже думал ее купить для своего бизнеса. Но пока, в общем, в раздумьях. Пока в раздумьях. Так, Stelvio. Как вам машинка? Альфа-Ромео, по-моему, к сожалению, в России не представлена. Stelvio стоит у нас 48 тысяч. Вот такое вот. 48 695. То есть, стоит, как мой Volkswagen Atlas. На самом деле, поэтому можно такую машину, в принципе, по деньгам приобрести, оплатить первоначальный взнос и, пожалуйста, и будет вам Stelvio. Так, вот это вот какая-то, мне кажется, другая версия, но нету на нем ценника на этом автомобиле. Блин. Нету. А, нет, есть, 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 есть. Вы знаете, хороший такой SUV. Кроссовер, как у нас называют его. А вот эта версия стоит 50. 50 тысяч долларов. Я потом приеду и сниму отдельно обзор. Что здесь тоже? 280 лошадиных сил. То есть, в принципе, 2 литра и 25 миль на галлонную. Данные моего Atlas. Крыша панорама. Полностью панорамная крыша. Хочу обзор потом на эту машину сделать. Хочу посмотреть. В первую очередь для себя. Ну, все тут меряются мускулами. Ребят, сейчас дойду, покажу вам то, что обещал еще там по лотосам. Чуть-чуть буквально. А вообще, давайте посмотрим, как этот ролик вам понравился. Что вы напишите в комментариях, насколько он будет смотреться. Подъезжает еще в ламборгини сюда. Город Нейплс. Ешки-матрешки. 22 тысячи населения. Деревня. А вот такие кормиты устраивают. В общем, покажу еще чуть-чуть, а потом напишите. Посмотрим, как будет рассматриваться ролик. Если что, я сделаю еще. Тут можно ни один, ни два обзора сделать. Так, всем пока-пока. А, ну, подождите, обещал показать. пойдемте, пойдемте, да, посмотрим, забыл, простите. Ну, вот, погнали, лотосы. Кому интересует эта машина? Это все-таки суперкары. Ой, а вот там какие лялечки стоят. Мы туда тоже можем зайти. Потом просто сейчас там столько народу. И знаете, что самая большая проблема? Там играет музыка. И эта музыка, она мне сказывается авторскими правами. Поэтому я дойду. Это постоянная выставка. То есть это не единоразовая. Она постоянно не здесь продается. Поэтому дойду и сейчас с вами посмотрим. А так Lotus GT Evora. Все это Evora GT. Но давайте посмотрим на цену этого автомобиля. Сколько же можно купить себе Lotus? За какие деньги? так итак смотрим на данные 21 года Lotus Evora GT и 96 low price дилер продается за 105 Слушайте ну вполне себе 105 тысяч проблем нет можно покупать но при этом 20 миль на галлоне конечно это очень мало а так 3,5 литра 416 лошадиных сил 6 цилиндровый двигатель стоит 6 ступенчатая механическая коробка ну знаете так машина честно говоря на любителя давайте я вам еще покажу какой нибудь вот этот вот например серенький сколько он стоит в принципе все то же самое 107 300 Evora GT как вы видите вполне себе 3,5 литра 416 сущные сил так я давайте вам ну ферраричку вам показать да всего 100 тысяч долларов феррари 360 спайдер 15 тысяч 378 пробег и 100 тысяч долларов цена вполне себе нормальный ценник за феррари спайдер кому оно надо огонь ребята все вперед надо отправить отправим так это по-моему если я не ошибаюсь это спайдер альфа ромео да альфа ромео спайдер на мой взгляд не самый красивый автомобиль самый роскошный при этом ценник у него 93000 94000 двадцатый двадцатый год две мили всего пробег вот короче ну не знаю 28 правда едет 28 миль на одном галоне проезжает цена у нее на самом деле вот это вот видите 78000 так народ тут друг другу показывает машины ходят салон феррари мы поедем отдельно огромный здесь просто замок для феррари выстроили в нейплс поэтому можно найти в общем там этот сюда я просто не хочу шести потому что реально очень много музыки потом не затирать придумывать короче говоря не хочу ну что вы имеете право об этом знать пока пока увидимся вот такой сегодня вам обзорчик был цены как всегда присутствовали как обещал субтитры